Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Виталий Ерофеев на своем канале Чувство Знания. Мне хотелось сегодня посвятить это видео такой популярной теме, мимо которой я не мог пройти. Даже эта тема такая анекдотичная, то есть поиск пути в сердце мужчины. И этот путь гарантирует вам долговременный союз с мужчиной, будет заключен именно если вы пойдете по пути, который я вам сейчас кратенько покажу. Как найти путь к сердцу мужчины? Я хотел бы вам предложить мое утверждение, что у мужчины как такового сердце отсутствует. То есть именно сердце как некое понимание такое виртуальное, с помощью которого вы бы могли мотивировать мужчину к тем или иным поступкам в вашем отношении. Так вот, наша задача, если вы согласитесь со мной с этой постановкой, утверждением, что у мужчин нет сердца, он бессердечен по своей природе, то у вас, конечно, будет сразу очень другой взгляд на мужчину, другой взгляд именно на как прийти к той цели, которую вы перед собой поставили в ваших отношениях с этим мужчиной. То есть вы скажете себе, что этот мужчина бессердечен для начала, и у вас сразу откроется простор для действий, простор для творчества большого именно с этим мужчиной. То есть я вас буду призывать к чему? К тому, чтобы сотворить, поучаствовать в сотворении сердца в этом мужчине. Это очень благородная цель, добрая, хорошая цель, которую может нести именно женщина на своих плечах. Это такая цель очень возвышенная, я бы сказал. Потому что именно женщине мы доверяем мужчине самое ценное свое. А самое ценное у нас есть сердце. И в этом случае, если вы возьмете за такой труд, такое служение, именно участие, сотворение сердца мужчины, я вам гарантирую, вы добьетесь больших успехов именно в ваших отношениях с вашим мужчиной. Ваши отношения будут длительные, они будут интересные, они будут плодотворные, в них будет много, много интересных событий, в которых вы будете оба участвовать, будете счастливы тем, что ваша семья, которая создастся, будет не безинтересной другим людям. То есть все будут спрашивать, а как это случилось, а как это произошло, как вы встретились, как вы познакомились, как ты пришла к этому с ним и тому подобное. То есть вы будете таким как бы эталоном красоты, отношений и связей в браке. Но, итак, допустим, вы согласились со мной, конечно, с моим таким нетривиальным, нетрадиционным мнением, что мужчине нет сердца, и к чему бы вы предложили свои усилия, в первую очередь, чтобы построить какие-то эскизы, какой-то нарисовать, каким бы вы хотели увидеть своего мужчину. Вот этот эскиз, какой-то прилагательных, какой-то вы могли бы его нарисовать на бумаге и написать его словами. Этот эскиз вы уже увидите в нем, какого мужчину вы хотели бы видеть, с каким сердцем он будет, правильно? Вот этот эскиз прилагательных слов вы можете использовать как руководство к своему действию. То есть, если углубляться в эту тему, а вы будете в нее углубляться, если вы интересуетесь именно такими гармоничными отношениями с мужчиной, который вы хотите построить, то вы будете в первую очередь, какую интересную вещь вы найдете в моем плейлисте о сотворении человека. Там я говорил вам о том, как совершать добрые поступки. Так вот, путь именно к сотворению сердца мужчины – это путь доброты, конечно же. Тут другого варианта быть не может. Если есть другой вариант какой-то, это вариант психологии. В экопсихологии – это туда, это не ко мне. Поэтому мы идем по пути именно совершения добрых поступков. Мотивировать мужчину к совершению добрых поступков. И, конечно, здесь речь идет не о том, чтобы мужчина в отношении вас сделал какие-то добрые поступки, какие-то намерения реализовывался в отношении вас. О чем вы мечтаете, безусловно, что вы хотите. Но это, конечно, путь, когда мужчина и женщина находятся в состоянии пола в одной плоскости. Помните, я рассказывал в видео по листе о сотворении человека, когда я говорил, что мужчины и женщины, находящиеся в состоянии пола в настоящем моменте, не могут участвовать в сотворении добрых дел. Потому что они, в общем-то, заняты друг другом и могут только друг другу помогать друг другу оказывать какие-то знаки внимания и их поступки направлены в отношении друг друга. Но это путь, как бы он такой взаимоисключающий. Вы как бы там цементируетесь и цементируются в этих отношениях, и вы не даете себе развития. То есть это путь психологии. Но мы с вами идем по пути другому, по пути доброты в совершении поступков в отношении других людей. Не в отношении друг друга, не в отношении мужчины и женщины. А именно мотивировать мужчину в совершении поступков в отношении детей и в отношении пожилых людей. О чем я вам говорил ранее, да? Так вот, вы можете, конечно, поинтересоваться, если у вашего мужчины есть какая-то история, если у него возраст определенный. И вы можете поинтересоваться, как его поступки он совершал до вашего знакомства, чем он был примечательен в социальной среде и тому подобное. Но большинство женщин этим не интересуются. Самое большее, что вы можете интересоваться, это тем, как ваш мужчина относился к предыдущей его женщине. И в этом случае обычно вы говорите, о, нет, это она такая плохая, поэтому он так себя вел и тому подобное. Вы всячески себе, как бы, делаете такую иллюзию себе, создаете такую ауру, какую-то прекрасного вашего принца, да, якобы, который вот с вами-то он будет, он будет рыцарем и тому подобное, и будет совершать поступки для вас именно те, которые вы ждете от него. Но на самом деле человек, свойства человека не меняться. Вот, и в отношении вас он будет себя вести так же, как в отношении ввел именно другой женщин, да? Поэтому, если вы хотите поставить акцент именно на том, какие поступки совершал мужчина в отношении другой женщины, это, конечно, не совсем будет объективно и корректно, то я вас прошу, чтобы вы нашли в его истории, в его прошлой жизни, в его настоящих каких-то действиях, событиях, в которых он участвует, именно его поступки по отношению пожилых людей, по отношению к детям. Это роль благотворительности большая здесь, роль проявления щедрости какой-то там, именно по отношению к другим людям, которые находятся незащищенные, не социально неактивные и тому подобное. Ну, вы понимаете эту тему, надеюсь. Но вот из этого, исходя из этого, из этого основания, из этого, вы можете тогда развивать и тему совершения поступков, формирования на основании совершенных поступков сердца мужчины. То есть сердце мужчины формируется именно в поступках. Вот таким образом вы найдете путь к сердцу мужчины. То есть сначала создается само сердце, а потом уже к нему покалываются рельсы. И по этим рельсам вы туда едете, в это сердце. Поэтому этими рельсами и будет ваше участие в тех или иных поступках, которые совершает мужчина. То есть он совершает поступки именно в ваше имя. То есть вот именно вашим именем он мотивируется, он толкается к совершению этих благородных и интересных, добрых поступков. Но я вам говорил о чем в предыдущем плейлисте? О том, что к добрым поступкам не всех людей допускают. Не всех, кто допускает. Потому что у человека имеется такое свойство, как бы пугать. То есть мужчина пугает своей самоуверенностью, своим положением, создает ощущение страха в мире. Мир начинает бояться такого мужчину, опасаться его, и не допускает его к процессу сотворения. Вот именно здесь ваша роль очень будет большая. Роль примирения, роль баланса такого, который будет мужчину маленько-маленько-маленько принижать, принижать его к земле. И тогда мужчина будет менее-менее опасен для мира, как сказать. Вот так. То есть ваша роль, ваша добродетель... Помните, я вам говорил о видеоролике о Золушке, о принсе. И я там делал акцент именно на том, что добродетель, жертвенность красоты во имя добра, соблюдение определенных правил и законов в обществе, в семье, в роду, приводит вас к формированию вашего внутреннего самосознания. Но когда вы, женщина, девушка, слышите это слово «самосознание», вас вообще вот так вот вы теряетесь, говорите «О чем это он? О чем это он?» И после этого моя речь полностью идет как какой-то шум посторонний, который вам не интересен, и вы его выключаете. Не надо такое слово «самосознание». Я этому ролику, конечно, хотел добавить еще текст про самосознание, что это такое, но я обязательно сделаю этот отдельный ролик про самосознание. И не хочу вас этим сегодня грузить, а в следующем ролике сделать именно акцент, ударение на что такое самосознание. Потому что то, о чем говорится в интернете, в психологии о самосознании, философии самосознания, но очень там как бы другая сторона показана, которая, я как бы поддерживаю эту сторону, и там есть большие плюсы, но с другой стороны, она немножко как бы уводит не туда людей, в это самосознание, не в то самосознание. Вот поэтому я сейчас говорю именно о самосознании вашего внутреннего мира. То есть самосознание вам доверяется, когда у вас есть самосознание, именно вам доверяется пространство, в котором находится мир. И в этом пространстве вы познаете мир. И это называется самосознание. В другом случае, когда вы познаете себя в окружающем мире, вы обретаете опыт. Вот вместо самосознания у вас получается много опыта. Опыт-то все больше, 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 больше. Он так прессуется, прессуется, прессуется. И вы становитесь такой тяжелой, такой, как бы сказать, неподъемной женщиной, да, девушкой. А вам надо стать легкой, легкой такой бабочкой, птичкой такой легкой, вот такой возвышенной у вас должен самосознание. И я говорю не просто о каком-то виртуальном легкости, а о физическом легкости. То есть ваш вес, ваше тело становится легче, если у вас развивается самосознание. И это факт, елки-палки, как я говорю, да. Поэтому в этом факте, факте веса вашего, то есть вы можете легко определить, в каком состоянии вы находитесь. Самосознание вас перевешивает или опыт. Это обязательно надо об этом сказать сейчас, потому что вы, как бы, есть такая тема, очень много людей увлекается опытом, различными опытами. Но я хочу, чтобы вы увлекались развитием самосознания собственного. А вот это самосознание, когда у вас появляется, вы испытываете, так в этом случае, волнение. Волнение при приближении к вам, мужчины. А когда у вас имеется опыт, вы такого волнения не испытываете. Вы опытная. Вы себя знаете. Вы знаете, что будет дальше. Вы знаете, как себя вести с мужчиной. Как им манипулировать. Как с ним разговаривать. Как произвести на него впечатление. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вы не волнуетесь. Нет волнения. Нет вот этого, ах, вот этот мужчина пришел. Вот он какой я волнуюсь. Я в трепетном состоянии нахожусь. Потому что мое самосознание, оно было гладкое, ровное. И тут на него упал камушек маленький. И пошла эта волна дребезжая, дребезжая волна. И вот это волнение, именно волнение самосознания. Когда это опыт, то когда опыт. Опыт, он просто от него, как горох от стенки отскакивает все. Поэтому там мужчина может что угодно совершать. Какие угодно поступки. Ради такого опыта. Но не сможет. Он будет как бы... Это будет как в стенку горох. Все, короче, без толку. Ага. Так. Значит, сегодня я вам показал сторону. Какую сторону. Куда нам двигаться. Чтобы попасть в сердце мужчины. Как завоевать сердце мужчины. Там такая еще тема, да. Завоевать. Мне тоже это... Или как... Покорить сердце мужчин, да. Покорить сердце мужчины можно при наличии именно двух составляющих. Самого мужчины и сердца. Мужчин, как бы, вы их определяете достаточно легко. А именно наличие сердца в мужчине вы не определяете. Вы не думаете об этом. Вы думаете совершенно другими, часто эгоистическими категориями глубокими. Которые вас толкают на те или иные поступки. Саму женщину. А мужчина, тем более, он легкоуправляемый. Он видит вашу мотивацию. И он, соответственно, совершает те поступки, которые, в общем-то, вас интересуют. Они те поступки, которые формируют сердце мужчины. Из которого потом вырастают настоящие зрелые отношения. И эти отношения переходят в брак. И из брака состоится семья. Там рождаются дети. И в этом браке, в том браке, в котором имеется сердце большое, человеческое, доброе. И так далее. Рождаются и развиваются творческие дети. Поэтому я сегодня вам благодарю за внимание. Желаю всетевших вам благ. Найти путь к сердцу мужчины. Найти такого мужчину с таким сердцем. Или без сердца. Или без сердечного мужчины найти. И сделать, проделать эту большую работу служения на благо и добро. Всех вам благ. С вами был Виталий Ерофеев на канале Часа Знания. Пока-пока.